Земельный надзор. Штрафы. Чего же ждать? 12.05.2021 года на сайте федерального портала проектов нормативных правов и актов опубликован проект о федеральном государственном земельном надзоре. Вступит в действие 01.07.2021 года. Частным нарушением бывает, что у частного дома устраивается склад или парковка для машин. Постоянную стройку, ремонт или благоустройство ведут многие и получают за это штрафы. Правила благоустройства территории создают неудобства и проблемы для соседей. Земли общего пользования предназначены для прохода, проезда, обеспечения беспрепятственного доступа специальных служб. Наиболее эффективным способом разобраться с соседом, если он захватил часть вашего участка или в СНТ открыл шинный монтаж, является обращение с жалобой в земельный надзор. Какие штрафы? КОАП предусматривает за самовольное занятие земель или размещение сооружений за границами участка, например, сарай, дровник и так далее, может быть наложен административный штраф для физлиц. Это от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей. На юридических лиц, например, СНТ от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Основные положения проверки подлежат земле, участке и их части. Надзор осуществляется Росреестром. Федеральные службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Федеральные службы по надзору в сфере природы пользования и ФСБ. Росреестр проводит проверку, например, самовольное занятие участка, использование земли по целевому назначению, выполнение администрации требованием земельного кодекса по предоставлению земли, проверка ранее выданных предписаний по устранению нарушений. Росрехознадзор проводит проверку по факту уничтожения плодородного слоя. Такая проверка может проводиться без участия контролируемого лица. Буду рад, если подпишетесь на канал, ставьте палец вверх, впереди много полезной информации. Пока!